К нашему эфиру присоединяется депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Дмитрий, рады приветствовать. Здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, скажите, пожалуйста, для кого вообще сейчас российская пропаганда создает вот ту самую картинку, якобы восстановление временно оккупированного украинского Мариуполя? Исключительно для внутреннего потребителя, то есть для граждан самой России. И мариупольцам это не продаж, потому что то, что вы показывали в сюжетах, и то, что ежедневно присылают мариупольцы о действительном реальном положении дел в сфере ЖКХ, инфраструктуры и как оккупанты делают только показательную картинку. Поэтому это все направлено на внутреннего потребителя, то есть на россиян, которым они продают картинку того, что они восстанавливают якобы новые территории и зазывают активно приезжать на эти новые территории своих граждан. Почему они это делают? Потому что это абсолютно понятные для них люди с достаточно рабским мышлением. И вот та история про ипотеку, это действительно про то, чтобы завести туда своих понятных им людей и их, скажем так, ввязать в долговую историю, чтобы они закрепились на этой территории. То есть таким образом россияне, помимо того, что они захватили территорию, они ее еще хотят заселить понятными ей людьми, которые не будут, скажем так, выражать недовольство действиями российских властей, которые будут послушно выполнять все, что хочется оккупантам. И параллельно второй вопрос, это, естественно, заработок, потому что бюджетные деньги российских налогоплательщиков на это все выделяются, но благополучно разворовываются с учетом того множества тех историй, которые показывают. И недавно, буквально вчера, рассказали историю о еще одном так называемом микрорайоне, где построили трехэтажные бараки, в которых людям выдали квартиры. То есть качество там, вот представьте, ЖК Невский, ЖК Хуже, казалось бы, уже не может. Но, соответственно, есть еще история хуже, то есть это трехэтажные, как они их называют, и там нет даже подключения центральной системы канализации. Дмитрий, помогите разобраться в цифрах, потому что мы видим, что люди пишут видеообращения, они просят вернуть им их жилье или дать другое, но в ответ получают предложение купить. А если мы говорим о цифрах, сколько на сегодняшний день Российская Федерация, у нас Дмитрий Забавин, депутат, был с нами на прямом включении, и мы сейчас попытаемся еще раз с ним связаться, потому что что-то пошло. Да, Дмитрий, вы снова с нами, депутат Мариупольского городского совета. Дмитрий Забавин с нами в прямом эфире телеканала «Время». А, вы нас слышите. Дмитрий, помогите разобраться, сколько стоит квадратный метр, который предлагают выкупить оккупанты самим же мариупольцам, за то, чтобы они хотя бы жить где-то могли. В среднем цена квадратного метра колебается в районе тысячи долларов. Но вопрос ведь в качестве того строительства, которое делают. Я не знаю, было ли слышно, когда я рассказывал про трехэтажные бараки, которые настроили россияне в одном из микрорайонов, то есть которые еще хуже, чем ЖК «Невский», хотя, казалось бы, хуже уже быть не может. Но эти дома, которые они называют многоэтажными, не подключены даже к центральной системе канализации, то есть там используют септик, как в частном секторе, то есть выгребные ямы. И вот это все выдали людям, естественно, как показуху. Для чего? Для того, чтобы вот те люди, которые проживали в центральном районе, и их дома оккупанты обстреляли, потом они сносят этот дом, выдают вот такие бараки, в лучшем случае, а на месте этих домов строят, соответственно, если это центр города, первая линия, строят под продажу россиянам. И основной покупатель – это россияне, которые приезжают на заработки. То есть у мариупольцев нет денег приобрести не то, что квартиры. То есть у них нет даже денег на то, чтобы купить еду и медикаменты в большинстве случаев. Поэтому это все направлено, то есть это, считайте, это рекламный проект, который реализуют россияне вот так цинично, то есть обманывают своих граждан, но россияне к этому уже давно привыкли, что их постоянно обманывают, вот так цинично задывают город, который они разрушили, рассказывая о том, что это будет жемчужина Азовского моря, все будет восстановлено, будет курортный город. То есть для того, чтобы банально на этом заработать, на продаже строительства, в которые, как мы видим, постройки, вкладываются мало, а прибыли хотят получить много. Да, это такая селективная ложь. Будет, но только не под российской оккупацией. Дмитрий, россияне превратили украинский Мариуполь в руины. Какая часть города остается в этом же состоянии, несмотря на все эти обещания, громкие заявления, которые российские оккупационные власти делают? Вот смотрите, то, что они показательно делают, они делают в основном в центре города, в центральном районе. То есть, естественно, там, где есть инвестиционная привлекательность, как они говорят, чтобы перепродать это все. А то, что касается других районов, например, один из наиболее пострадавших районов – это Левобережный район, который ближе всего был к позициям оккупантов с 2014 года. И, соответственно, он больше всех пострадал. Я сам житель этого района, мой дом обстреляли и снесли. То есть, на этом месте сейчас пустырь. Как и в большинстве случаев, то есть, есть целый микрорайон, бульвар Меотиды, морской бульвар, который находится близко Казахстали. Там были в основном пятиэтажные дома, также девяти. И россияне полностью снесли этот микрорайон. Это десятки многоэтажных домов, то есть, в совокупности, это несколько сотен домов, которые они просто снесли, потому что там от домов оставалось, они просто их разрушали своими снарядами до такой степени, что от домов оставался только фундамент и основание. И мы понимаем, сколько людей россияне таким образом убили, которые укрывались в подвалах этих домов. И когда россияне обстреливали эти дома, невозможно было даже помочь, с учетом того, что россияне уничтожили в первую очередь инфраструктуру. Так вот, когда россияне начали разгребать завалы того геноцида, который они устроили, они это все стали ограждать высокими заборами, потому что они сами увидели, сколько они людей убили, и они не проводили даже эксгумацию тел людей, а вместе с ними все это на строительные полигоны свозили вместе с бетоном. То есть, и целый, вот Мариуполь, если мы говорим, там, центр города, показательно что-то делается, а, например, Левобережный район, в основном только сносят, и на этом месте просто пустыри. Да, продолжаем бороться с лужью российской пропаганды, демонстрируя реальную картину. Дмитрий, благодаря вам в том числе. Дмитрий Забавин, депутат Мариупольского городского совета, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое. Спасибо.